182 латынь дальше из хрестоматии янонова про гальскую войну цезаря на собственный перевод но в целом все равно адаптированные тексты это довольно интересная это речь какого-то гала по имени названного против римской колонизации одна из первых зафиксированных речей против империализма вообще в истории человечества где вот на три абзаца гал подробно объясняет что римляне говноеды против них надо воевать иначе они поубивают вот тут написано всех мужиков уведут детей и жен в рабство и все мы будем рабами ну в общем на собственное тут много таких ярких политических заявлений призывов пугнабо эт пуниам супер бем романорум и так далее в общем то на деле лингвистически несложных нон тары бур морды нон капера волос ты нон дукар инсервитута в общем галлы решили воевать против за свою свободу против цезаря который несет им рабство и подробно это объясняет даже сам цезарь это все зафиксировал сына к окончании я по-моему третье письмо сейчас к луцилию разбираем по-моему третье письмо к луцилию все таки уточню щас на не 4 это конец 4 письмо к луцилию где он опять возвращается к теме бедности о том что нужно стремиться только к тому что достаточно читаю перевожу ну вот разобрано тут для собственного тоже перевода то есть можно в принципе мой голос выключить попробовать самостоятельно перевести потом сравнить с тем как я пытаюсь перевести от сифорты in manus gostium incideris victor te duci ubebit eon mp quoduceris это он продолжает тему смерти если ты значит попал в руки врага и победитель тебя видео приказал вести имеется ввиду навести на смерть то ты то я иду в этот момент вне сомнения туда куда вообще значит иду куда ты идешь то есть и ты и так идешь туда ты и так одежка вне всякого сомнения к этой самой цели вот куда теку то есть к смерти то и так одежь увидели приказал тебя отправить на смерти но к смерти то и так одежь квита и псы дэцепис это окном к прямом к вот олимп это и борис интеллигис почему ты сам себя обманываешь и как будто вот и только сейчас понял то что всегда давно ты испытывал почему ты себя в этот момент обманываешь и боишься смерти как будто ты вот никогда собственно к смерти и не шел это дико эксконатус с дуцерис вот так я тебе говорю как только ты родился ты сразу туда пошел то есть к смерти как это юс моде версанда и на нему сунт си волумус ультимам и лам гором плациды экспекторы куис мэтус он не соли с инк и это сфацит ну вот это надо всяческим способом вращать в разуме в духе и на нему вот медитировать на это надо о смерти постоянно думать сейчас позиция часто что вот я смерти не думаю и все у большинства до наоборот что реки рекомендуют постоянно думать о смерти значит если мы хотим последний наш час пережить спокойными из страх чего страх последнего часа всех других делает беспокойными если мы хотим тот последний час страх перед которым всех других делает беспокойными пережить спокойно счастлива мы должны постоянно думать о смерти. Вот позиция Сенеки. Сэдут финэмэ пистолэ импоном, акцепэк водмигэ годиэрноди плакует. Ну, чтобы, значит, закончить письмо, прими то, что сегодня мне понравилось. То есть, вот Сенека ему ранее говорил, что у него такая психологическая практика у Сенеки. Он каждый день читает, конечно, какие-то книги, интеллигенции, какую-то одну фразу он из этих книг выписывал Сенека и над ней размышлял. Поэтому он в каждом письме вот с этой своей медитацией делится со своим учеником Луцилием. То есть, напоминаю, вот эти все послания Сенеки это письма от его ученику молодому. Поэтому он там, кстати, много вопросов именно для молодых людей рассматривает, для молодежи. Ну, о себе он тоже пишет при этом. Делится каким-то своим опытом, как он там живет и так далее. И это тоже взято из чужих садов. То есть, это цитата откуда-то из Ни Сенеки. Большое богатство это бедность композита собранная, бедность собранная, сделанная по закону природы. Такое значение. Магна девице сонт лего натуре композита по вертис. Лекс алтим и ля натуре сцис квос нобис терминоз статуат. Ну, и ты знаешь, какой закон природы кладет вот границы, собственно, необходимого, да? Какие границы ставит вот этот самый закон природы, о котором идет речь? То есть, в изречении так написано, что если бедность соответствует законам природы, то это уже большое богатство. Ну, и Сенека говорит, ну, и в чем заключает этот закон природы, вот до которого, значит, выше которого уже богатство. Ну, вот, кстати, можно, кстати, поразмышлять, почему в русском-то все это не так выражается. Здесь все это активно выражается. То есть, не испытывать, по-русски будет испытывать там тыры-пыры, а в латыни и в романских это все будет активное состояние. Значит, закон природы какой заключается? Не испытывать жажды, не испытывать голода и не испытывать холода. Вот. В латыни все это активно. То есть, если есть что пить, что есть и не холодно, то это уже богатство, так Сенека пишет. Уже достаточно. Для того, чтобы изгнать голод и жажду, не надо обивать гордые пороги. Вот тут выражение. Поэтому сразу все переводим фразеологизм. Но имеется в виду, ходить там что-то просить по каким-то учреждениям римским. Не испытывать тяжелую гордость. То есть, вот всякие там начальники, как и у нас тоже, выебываются, что-то там строят из себя. Это можно не терпеть абсолютно, потому что это не нужно. На еду и так можно заработать, говорит Сенека. Ничего с этими вообще. Вот кто-то так строит из себя какое-то говно, что сразу нахуй посылай. Зачем оно тебе нужно вообще? На еду и так заработаешь. И я-то этого, кстати, тоже в жизни всегда придерживался. И на еду мне всегда хватало при этом. Значит, не надо так же испытывать будет оскорбительную гуманность. Ну, то есть, вот кто-то там тебя жалеет, там все, какой ты несчастненький, я с тобой тоже поделюсь. Тоже, в принципе, нахер это надо. Вообще не надо ничего просить ни у кого, да, вот говорит Сенека. Не надо обивать гордые пороги. И смотреть там, как над тобой будут издеваться, или наоборот тебя жалеет, что тоже тебя унижает. Но у нас нацессы моря темтаро, нахер и кастре. Не надо испытывать моря, куда-то там плавать, или следовать за войсками. Ну, тут следовать за лагерями имеется в виду, да, в армию. То есть, не надо в какие-то там экспедиции отправляться тоже, потому что, ну, на еду и так будет. Такая тут мысль. Parabole est quod natura desideret et appositum. То, что хочет природа, оно доступно и достижимо. Parabole доступно, это appositum достижимо. То есть, то, что нужно природе, ты и так это получишь. Нет необходимости куда-то там отправляться на всякие экспедиции. И тем более унижаться перед говнюками всякими. Сразу нахер посылать можно. Не умрем без них. От супервакуа судатур или сунт квитогам контэрунт, квинос синестересу, тенторио когунт, квейнолена литера, литера импингунт. Значит, потеют для излишнего. То есть, напрягаться надо для излишнего. Вот и ради этого изнашивают тоги. То есть, ну, портится одежда, да. Стареют в палатках этих военных лагерей. Значит, выбрасываются на чужие берега. То есть, на самом деле, осуждает он римский империализм. Говорит, для, так сказать, из жадности куда-то там поперлись воевать, там, блядь, десанты какие-то, нахуй. Одежду только там портят, короче, в этой войне. Идманум эст квад сат эст. То есть, достаточно, то, что нам нужно, оно у нас под рукой. То, что нам нужно, и так у нас есть. Адманум эст квад сат эст. Вот из речения Сенеки можно тоже медитировать. То, что нам нужно, у нас под рукой. Куекум поопертате бене конвенит дивес эст. Валя. Тот, кому достаточно бедность, тот, кто привык к бедности, сошелся с бедностью, с вами дословно. Тот, кто хорошо сошелся с бедностью, вот вообще дословно. Тот, кто хорошо сошелся с бедностью, тот богатый. Тот, кто хорошо сошелся с бедностью, тот богатый. Куекум поопертате бене конвенит дивес эст. Валя. Продолжение следует...